Два часа дня. Для рейда выбрали участок дороги напротив детской поликлиники. Поток машин здесь плотный, и многие едут с детьми, а значит тут и проверку провести можно, и профилактическую акцию. В прошлом году за нарушение перевозки детей были оштрафованы более тысячи автолюбителей. Нормальный рейд. А вы всегда своего ребенка? Да, у меня два кресла. У меня три даже. У меня три ребенка, три кресла. Он еще и сзади оттуда. Проверяли инспекторы правила перевозки детей. До 12 лет перевозить их на переднем сидении можно только с удерживающими устройствами. На заднем можно обойтись и без них уже с 7 лет. Но ориентироваться тут необходимо на рост и вес ребенка. Остановили порядка 20 машин. Во многих есть детские удерживающие устройства. Это не может не радовать. Значит наши водители осознаны. Они беспокоятся о безопасности здоровья своих детей. Рейд продлился порядка 40 минут. Водители к внезапной проверке отнеслись с пониманием. Ну а детям инспектор пропаганды подарил красочные памятки. Подарочки. То, что есть такие акции. То, что дети должны быть в безопасности всегда. Самое дорогое, что у нас есть. Всего за минувший год ДТП пострадали более 60 маленьких нижнекамцев. За первые числа 2020 года таковых пока что нет. Будем надеяться, что вот благодаря таким рейдам пострадавших детей ДТП станет гораздо меньше. Кирилл Давкаев, Алина Ракипов. Новости НТР.